Всем привет! Данное видео подготовлено для канала Видео Волна. Сегодня у нас будет вторая очень маленькая такая часть по поводу сервиса EPR.in. Как пройти регистрацию и какая будет разница между пользованием сервисом с регистрацией и без. Добавлю в комментарии к данному видео ссылочку на предыдущее видео, там где более подробно описывается этот сервис. Так, давайте сначала заходим на сайт, набираем EPR.in. Так, я разлагинюсь, то есть вы попадаете на вот такую страничку, это мы уже видели. То есть в варианте, когда вы не регистрируетесь, мы просто создаем название какой-либо комнаты, создать новую комнату, заходим, кидаем друзьям ссылку, разговариваем. Сейчас посмотрим, что будет, если мы регистрируемся. Здесь предлагается ввести имя пользователя, и оно же автоматически становится названием комнаты. Вы вводите, я уже регистрировалась, поэтому я не ввожу, я нажимаю за логиниться. Здесь вводим имейл, на который мы регистрировали. Так, код верификации у нас приходит на почту, то есть на тот почтовый адрес, который вы указываете, приходит вам шестизначный код. У меня он вот такой. Здесь предлагается указать, для чего вы используете данный сервис, то есть работа, и работа, и личная. Ну, пусть будет у меня личная. И мы создаем комнату, то есть видите, я тестировала и создавала комнаты с разными именами. То есть я могу создать новую, но я зайду вот в эту самую первую, которую я и создавала. Здесь все стандартно, все то же самое, что и в варианте без регистрации. Опять же ссылка, которую мы отправляем, и это название комнаты уже сохранится за вами. То есть нет надобности создавать это потом заново. Так, смотрим, что у нас в настройках. То есть можно очистить, как создатель вы можете очистить чат. Ну и предложение перейти на платную версию. То есть сейчас у нас в комнате было 12. Необходимо перейти на платную версию. Если вы планируете сервисом пользоваться, например, постоянно, ну, что-то оно не загружается. Ну, там получается 9.99 идет ежемесячно, и тогда у вас конференция в пределах одной комнаты будет до 12 участников. Также комнату можно блокировать, разблокировать. Ну, все остальные функции точно такие же, как и были у нас. Один раз себе зарегистрировали, создали себе какое-то имя. Если вы в этом сервисе находитесь постоянно, то это удобно у вас, вот эта привязка, эта ссылка уже постоянная. И вы можете не бросать ее потом своим коллегам, а просто заходим, заходим, раз, зашли, поговорили, вышли. И вы уже знаете, что у вас именно вот эта ссылочка, и можно сразу по ней заходить. В принципе, вот и все отличия. Потом, когда у вас появятся участники, и будет список участников, и вы сможете их удалять, добавлять, блокировать. Ну, в принципе, вот и все. Спасибо, что были с нами. Всем пока. Будьте на волне.